Злые колдуньи А где мы находимся? Мы с вами находимся в гостиной. Здесь мы можем представить, как за окном идет снег, как трещат дрова в камине. Именно отсюда мы с вами отправимся путешествовать в мир сказок, где познакомимся как с добрыми героями, так и с не очень. Зачем нужна эта комната страшная и темная? Эта комната рассказывает нам о злых героях. В жизни чаще всего добро и зло перемешано. Сложно увидеть, что является злым, что добрым. О, Баба Яга, рисунок Шаляпина. Да, неожиданная правда. Дело в том, что когда Федор Иванович Шаляпин, наш знаменитый певец, уезжал на гастроли, а дома у него оставались две дочки, Марфа и Маруся, он писал им письма, где рисовал Бабу Ягу и наказывал вести себя хорошо. Здесь можно увидеть эскизы декораций, костюмов и даже сами костюмы, которые были выполнены известными художниками в 19-20 веках. Пуанты принадлежали самой первой балерине, которая исполняла роль Сельфиды. Это Мария Тальони. Мы с вами сейчас находимся в сказке о Золушке. Получила же Золушка счастье, помните, в конце. Но все-таки у меня главный вопрос, так ли это легко, заслуженно ли она все это получила, почему мы ее так все любим? Потому что, может быть, она очень много трудилась? Труд, согласно, служение – это хорошая черта, действительно. А еще что? А еще она простила своих сестер. Правильно. Как я вижу, лица здесь нарисованы. А почему так? Дело в том, что эти лица рисовали дети, ваши ровесники и ровесницы. Давай представим, что мы с тобой витаем в облаках и встречаем волшебных фей, которые дарят не простые подарки, а качества, которые нужны настоящему человеку. Ты бы себе что пожелала? Терпение. Как же не превратиться в злую фею? Ответ простой. Нужно уметь не обижаться и научиться прощать. С феями добрыми и злыми познакомились Ульяна Женс и Варвара Абрамова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ульяна Женс Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...